Это один из самых простых маршрутов, но даже здесь несколько достаточно крутых подъемов и спусков. Заповедник начинается буквально в паре сотен метров от Большого Утреша. Сергей Левыкин из Оренбурга посвятил свою жизнь изучению степных экосистем. Бывал в экспедициях практически везде, где есть такой ландшафт. Он изучает воздействие деятельности человека на живую природу. А также то, как она восстанавливается. Я провожу аналогию со степью, потому что это два ландшафта абсолютно уязвимые. Мы видели, как она порастраивается. Побережье – это золотые земли, понятно. Степь также – это кормилица, потому что там идет именно востребование за землю, как пространство, ресурс. Только степь еще восстановиться может, то здесь мы видим коренное преобразование побережья. Поэтому такой заповедный кусочек уголка нетронутого побережья вызывает восторг у меня. Я посмотрел, очень интересно, такой средиземноморский саванойный тип. Я ничего подобного не видел. Немножко серафитный такой лес. Чудо просто. Ученые со всей России приехали в Анапу на конференцию. Многие сотрудничают с заповедниками, поэтому побывать здесь была одна из важных целей. Здешний ландшафт образовался по разным оценкам от трех до семи тысяч лет назад после сверхмощного землетрясения. Отвесная стена – это остаток горы. Большая ее часть фактически сползла в сторону моря, образовав полуостров и лагуну Большого Утреша с уникальным животным и растительным миром. Вы видите настоящий можжевельник высокий, под которым мы сейчас с вами стоим. И это достаточно взрослая особь. Уникальное дерево-можжевельник растет более тысячи лет. Растет очень-очень медленно, но живет, как я уже сказала, долго. Ученые говорят, что это в своем роде чудо. Шишка можжевельника оказалась в щели другого дерева и проросла. Заметно только специалистам, но это два разных вида. При этом в искусственной среде семена можжевельника прорастить очень сложно. Именно поэтому необходимо максимально сохранять естественный ландшафт. В тыглице мы увидели несколько видов клематисов, которых, конечно, не увидишь в других территориях. У нас они декоративные, а у вас они в дикорастущем виде. По словам ученых, экосистемы существуют вне административных границ, поэтому не исключено, что после такого знакомства появятся и совместные проекты.